Холли Ньюстейн и Ральф Бибер II Прошение Наши молитвы могут быть услышаны, друзья мои Ваши самые заветные мечты, истинные желания могут исполниться Говорил Седовласый, хорошо одетый мужчина на экране ТВ Его звучный баритон чуть понизился, звуча более соблазнительно и вкратчиво Он всемогущ В Его власти исполнить ваши мечты А я могу поспособствовать Ему, помочь вам Я, преподобный Полсвон, лично доставлю вашу просьбу Ему Вам нужно лишь написать письмо, и ваше пожертвование на... Да все равно, подал голос Эрни со своего потрепанного кресла Он поскреб щетину на подбородке и зевнул Иисусе, в это время здесь ничего путного не показывают, кроме всяких чудаков и реклам Когда он потянулся за пультом, преподобный Свон наклонился прямо к камере Его глаза, темные и не мигающие, пристально смотрели Рука Эрни так и зависла в воздухе, а пальцы замерли над пультом от телевизора Чего тебе терять, дружище? Твое одиночество? Твои болезни? Твою беззащитность? Твою бедность? Потрать пару минут своего времени и внеси скромное пожертвование И ты окажешься на пути той жизни, какую заслуживаешь Какова цена успеха, любви и спокойствия души? Ты можешь иметь все прямо сейчас Прямо сейчас, Эрни Пожертвование присылать по адресу, указанному на экране Мне нужен еще кофе Я клянусь, этот парень произнес мое имя Пробормотал Эрни Но вместо того, чтобы встать и снова наполнить чашку кофе Эрни обнаружил себя записывающим адрес на обороте старого еженедельника С телеграммой Затем он поднялся с кресла и поплелся в ванную Рассвет окрасил небо розовым и пурпурным Он щелкнул выключателем И флуоресцентные лампы вспыхнули зеленовато-белым светом Тридцатилетний лысеющий мужчина с невыразительным лицом Уставился на него из зеркала Лицо было каким-то серым Под глазами пролегли тени И побочный эффект от пережитых стрессов и бессонницей Тело далекое от спорта и уже появившееся брюшко Он видел корпоративного робота Работающего по 12 часов в сутки на бездушный конгломерат Который едва ли знал о его существовании Этот рабский труд на босса Который достал его хуже назойливого комара Он не встречался с женщиной уже вот месяцев восемь А та, о которой он грезил, также едва ли подозревала о нем Какого черта? Мне есть что терять? Спросил он, ухмыляясь своему отражению в зеркале Чувак, я устал, как проклятый, просыпаться в три часа ночи Я устал жевать эти таблетки, будто мятные леденцы Устал от этой гребаной задницы по фамилии Витковски А больше всего, я хочу, чтобы Бет... Он вздохнул Я... Я просто хочу Бет! Он бродил по своей унылой квартире в поисках ручки и блокнота Перерыл все, пока нашел их Насыпав себе в тарелку хлопьев, он расположился за кухонным столом и начал писать А что ж, мистер проповедник, посмотрим, что вы можете сделать Он написал довольно длинный список желаемого от материального до плотского И выписал чек на имя Пола Свонна на тысячу долгеров Далее, пока он не начнет слишком задумываться обо всем этом, он принял душ, побрился и оделся А по пути на работу бросил письмо и заполненный чек в почтовый ящик Ну вот, Дэвис, теперь вперед зарабатывать свои кровные По крайней мере, ты без проблем можешь купить себе пиво и упиться им до узрачки Он покачал головой, удивляясь своему собственному идиотизму С другой стороны, он был преисполнен чувством ожидания и надеждой Он уселся в свою старенькую Хонду-Цивик и включил радио Звучала песня «Отель Калифорния» Верни начал подпевать Дону Хенли «Можешь отписаться из номера в любое время, но ты все равно никогда не уйдешь отсюда» Несмотря на столь ранний час, эта утренняя поездка оказалась еще хуже, чем обычно Дороги были перегружены грузовиками и школьными автобусами, подбирающими учеников там и тут К тому же впереди маячил затор из-за аварии Эрни уже опаздывал на 10 минут, заезжая на парковку продуктовой корпорации Бардвелла Ему пришлось еще и петлять по парковке в поисках свободного места Которую он, наконец, нашел прямо у входа для служащих Охранник даже не взглянул на него Когда Эрни, распахнув дверь, тяжело дыша, побежал вверх по лестнице в отдел обслуживания клиентов Он толкнул дверь, надеясь проскользнуть незамеченным в свою кабинку Но Витковский уже ждал его «Рады, что вы, наконец, присоединились к нам, Дэвис!» Сказал он, с усмешкой, на губах В голове Эрни тут же зазвучал голос преподобного «Ты можешь иметь все, что хочешь, Эрни! Прямо сейчас!» Прошло две недели, но все осталось по-прежнему Витковский все еще был задницей, а Эрни все еще возвращался домой один, в свою унылую квартирку Пару раз он искал преподобного Свонна на ранних передачах по телевизору Когда его одолевала бессонница, но никак не мог снова найти эту программу Сказав себе, что все-таки он был неимоверно глуп, он постарался забыть обо всем И все же ощущение, что что-то должно измениться, не до конца покидало его Однажды утром, снова опоздав, он на цыпочках крался через лабиринт кабинок В отделе обслуживания клиентов, в любой момент ожидая окрика Витковски у себя за спиной Приблизившись к своей тесной кабинке, он увидел Уолтера Бардвелла, генерального директора и основателя корпорации Собственной персоной, стоящего около кабинки Эрни Раньше он лично никогда не встречал Бардвелла, а узнал его лишь по фотографиям, которые видел в глянцевых журналах Рядом с директором стоял Витковский Эрни заметил, что Витковский выглядел очень несчастным Лицо его было бледным, почти зеленым, и он сильно потел «О боже, я уволен», — подумал Эрни «Должно быть, я полностью облажался, и теперь меня вышвырнут» «Могу я чем-то помочь, господа?» — спросил он дрожащим голосом «Эрнест Дэвис?» «Уолт Бардвелл» Уолтер протянул руку и, сбитый с толку Эрни, пожал ее «Я наслышал о вашей великолепной работе для нашей компании, так что я решил прийти и поздравить вас лично» «Спасибо, сэр» «Поздравить меня с чем, сэр?» Бардвелл широко улыбнулся, обнажая крепкие белые зубы Эрни он напомнил Акулу, безжалостную и хладнокровную «Что же, Эрни, мы решили предложить вам должность управляющего отделом по работе с клиентами на Северо-Востоке» Бардвелл бросил на Витковский взгляд, который мог бы иссушить мексиканский кактус «До меня дошел слух, что Витковский присваивает себе результаты вашей тяжелой работы и даже ваши блестящие идеи, Эрни «Могу я называть вас Эрни?» Лицо Витковский скривилось от обиды Эрни кивнул, слишком пораженный, чтобы ответить вслух Бардвелл дал ему какой-то конверт «В этих бумагах вы найдете мои условия по предложенной вам должности «Я вполне уверен, что вы с вашей преданностью компании безоговорочно примете все условия «Так что я позволил себе распорядиться, чтобы ваши вещи перенесли в офис управляющего» Эрни приложил немало усилий захлопнуть свой, начавший было открываться рот Из других кабинок выглядывали любопытные служащие А Бардвелл повернулся к Витковске «Немедленно покиньте здание корпорации, вы, черт, идиот, пока я не вызвал охрану» «Пожалуйста, не увольняйте меня», — всхлипывая бормотал Витковский «Эрни, мистер Дэвис, мне очень жаль, позвольте мне занять ваше прежнее место Я все сделаю для вас, как я клянусь» «Ну, Эрни, что скажете, ваше первое исполнительное решение Оставите Витковский или уволите?» Бардвелл пристально смотрел на Эрни «Это происходит действительно, происходит со мной», — думал Эрни «Охрана!» — громко крикнул он Через мгновение двое охранников уже волокли Витковский по коридору «Прошу, Эрни!» Его голос отдавался эхом и постепенно, по мере удаления, затихал «Пойдемте, я покажу вам ваш новый кабинет, Эрни Мы обсудим некоторые ваши замечательные идеи» «Да, сэр, я имею в виду Уолт» Он плюхнулся в мягкое кожаное кресло Голова его все еще кружилась, когда он смотрел на конверт «Волтер Бардвелл, ой, он же теперь Волт, втрое повысил его зарплату И предоставил служебный автомобиль И не какой-то там, а акуру, кожный салон и прозрачная крыша Божечки, теперь я смогу перебраться из этой захудалой квартирки во что-то гораздо лучшее Смогу поехать куда-нибудь в отпуск, начну строить настоящую карьеру «Не верю, что это происходит со мной» В памяти всплыли слова, которые он написал пару недель назад Его желания и мечты, написанные на бумаге и переправленные преподобному свону «Я хочу продвижения по службе, я хочу достойного повышения, я хочу увидеть, как уволят моего начальника» «Нихренаж себе!» — сказал он вслух «Сочтав за комплимент» — раздался вдруг женский голос В его кабинет вошла Бет Арнольд, секретарь Витковский «Погоди-ка, и теперь она мой секретарь?» «Ой, это же женщина моей мечты» Закрыв за собой дверь, она улыбнулась Красотка с роскошными рыжими волосами, голубыми глазами и восхитительной бледной кожей Его любимый типаж Раньше она никогда не улыбалась мне, будто и не подозревала о моем существовании И вот она здесь, рядом, улыбается «Мне!» А я пялюсь на нее, как придурок Ее улыбка стала еще шире «Говорят, теперь вы мой босс, мистер Дэвис» Она обошла стол и стала позади него От нее пахло приятным парфюмом, теплый, мускусный аромат «Зовите меня Эрнестом, прошу вас» — сказал он хриплым голосом «Хорошо, Эрнест» Ее рука опустилась ему на плечи Наклонившись, она прижалась грудью к его шее сзади «Что могу сделать для вас?» — промурлыкала она Ее лицо, ее сочные пухлые губы оказались в паре дюймов от его лица А едва справившись с заиканием, он произнес «Поужинаете со мной как-нибудь» «Как насчет сегодняшнего вечера?» — сказала она Еще сильнее прижимаясь к нему «Господи, все, что я хочу, это развернуться и сорвать с нее блузку, прижать руки к ее полным грудям Я хочу ее прямо здесь и сейчас, на этом ковре, на полу, но...» Все-таки сегодня мой первый день на этой должности Надо постараться не сойти с ума сразу же в один день «Конечно», — ответил он «После работы, может, сходим в TGI Фрайдес?» Он молился, чтобы его голос звучал естественно «Звучит аппетитно», — прошептала она ему в ухо Медленно проведя рукой по его груди, она взяла его за шею и немного сжала, так что его глаза удивленно округлились Затем она выпрямилась и вышла, оставив дверь открытой В отделе все услышали его стон Прошел месяц, каждое утро в зеркале он видел того же самого старину Эрни Хотя, возможно, остановилось чуть меньше волос на голове и немного больше дряблости в теле Но зато он ездит на работу на новенькой Акуре У него есть свое собственное парковочное место рядом с главным входом в офисное здание Он был новым протеже Уолта Бардвелла Его партнером по гольфу и лучшим другом Все знали, кто он теперь такой, даже охранники у служебного входа «Здравствуйте, мистер Дэвис!» — говорили ему они по утрам По работе все проходило как по маслу В этом большом кожаном кресле он чувствовал себя неким гением бизнеса Его идеи увеличили производительность и продажи на 32% за две недели Уолл-стрит-джорнал опубликовал о нем одну из статей Как о новом вундеркинде из Бардвелл Фудс Но красотка Бетт проводила с ним практически каждую ночь Лишь одни мысли о ней, как блестели ее глаза, когда она смеялась Как она устраивалась с ним рядом за просмотром телевизора Вкус ее поцелуев сводили его с ума Однажды ночью, лежа в его новой королевских размеров кровати Она прижалась к нему и спросила «Ты когда-нибудь слышал о Поле Свонне?» «Что?» Он не сразу понял, о ком это она Он перебирал рукой ее огненные волосы, вдыхая их аромат Разговаривать ему не очень-то хотелось «Пол Свон — евангелист, его показывают по телеку рано утром» И он вдруг все вспомнил О своем судьбоносном решении шесть недель назад Волосы на его затылке зашевелились Да, что-то слышал о нем Завтра вечером он выступает на гражданской арене У меня есть два билета Бетти, думаю, что завтра вечером можно найти гораздо более интересные занятия Чем идти смотреть на телепроповедника Можем, например, пойти взглянуть на парочку домов, выставленных на продажу Его рука скользнула на ее гладкий плоский живот «А как ты узнала об этом преподобном? По телевизору его транслируют в 3.30 утра Я думал, ты обычно спишь в это время?» «Ну, Эрн, я правда думала, что мы сходим туда?» Сказала она надув губы Он почувствовал укол вины Как бы он ни относился к предстоящему шоу Какая-то часть его подозревала, что если бы не Свон У него не было бы ни Бет, ни этой машины, ни работы Мир бы до сих пор игнорировал его Даже чертовы охранники А Витковский все так же издевался над ним Наверное, ему стоит пойти с Бет Может, он даже даст преподобному еще денег Теперь он точно может себе это позволить? Ну что ж, ладно Только ради тебя, дорогая Он поцеловал ее Он хотел только ее и ничего больше «Ам-м-м-м» Простонала она Изогнувшись, как дикая кошка Эрн не оглядел за угражданской арены Который был заполнен до отказа «Ух ты, сколько же гребаных лунатиков в этом городе!» Пробормотал он «Ты что-то сказал, дорогой?» Бет внимательно смотрела на него Ее лицо раскраснелось от волнения И Эрни решил, что она выглядит великолепнее, чем всегда «Я спросил, ты уже веселишься, дорогая?» Толпа взорвалась аплодисментами Когда Пол Свон появился на сцене И направился к микрофону Он был красивым мужчиной Элегантно одетым Его седые волосы были идеально уложены Несколько женщин из публики Закричали, приветствуя его Будто он был рок-звездой «Добрый вечер, дамы и господа!» Он наклонился вперед, пристально глядя Будто сканируя толпу «Мы готовы получить ответы на наши молитвы?» «Да!» Последовал ответный рев толпы Пока преподобный Свон очаровывал публику своими обещаниями из бывшихся надежд и мечтаний Эрни наблюдал, как толпа сдается под чарами вкратчивого гипнотического голоса Который когда-то убедил его расстаться с тысячей баксов Он взглянул на Бет Она сползла на край сидения, полностью захваченная речью Свона Ее рот приоткрылся, а в глазах появился нездоровый блеск, когда голос Свона произнес «Я лично передам ваши молитвы ему и гарантирую вам положительный ответ!» Вдруг Эрни кое-что осознал Свон ни разу не произнес слов «Бог» или «Господь» или «Иисус» Как все другие проповедники Он всегда говорил «Он ему» или просто «Великий» Эрни осмотрел публику Их лица были абсолютно сосредоточены на преподобном А если бы он сказал им спрыгнуть со скалы, они бы без раздумий сделали это И еще ему в голову пришла мысль, что, наверное, он единственный в этом зале Не испытывающий всепоглощающего влияния Свона Ему стало жутко Может, потихоньку уйти отсюда, пока никто не заметил «Послушай, Бет, я хочу выйти подышать воздухом», – прошептал он, стараясь, чтобы его слова звучали естественно «Нет, милый, тебе придется остаться здесь, со мной», – прошептала она в ответ со свирепыми нотками в голосе Эрни опешил от ее командного тона В этот момент Свон посмотрел прямо на него И встретился глазами с Эрни Преподобный выдержал паузу, а затем его голос раздался вновь «Эрни Дэвис, подойдите и засвидетельствуйте нам усилия великого» «О, Эрни, он позвал тебя», – прошептала Бет с восторгом в глазах «Бет, я…» – он замолчал Желание выбраться из этого места было подавлено «Эрни Дэвис, подходите!» Эрни зацепился взглядом с глазами Суана Вся публика повернулась к него в предвкушении «Эрни, иди к нему!» Бет уже шипела Ее глаза сузились от гнева, и Эрни показалось, что они стали странно желтого цвета Он глупо мигнул ей «Он призвал тебя, чтобы ты свидетельствовал, чтобы рассказал всем о том, что он для тебя сделал «Иди сейчас же!» – приказала она, толкнув его за руку «Да ни за что!» – сказал Эрни Бет встала «Ты пойдешь, если хочешь увидеть их снова!» Яростно произнесла она Сорвав с себя блузу, она схватила его ладони и прижала их к своим грудям «Бет, прекрати! Это безумие! Он безумие! Ты безумна!» Он попытался было оторвать ее руки И вдруг закричал Бет резко высвободил его руки, и он видел глубокие раны, как от укусов на своих ладонях А по его запястьям стекала кровь В ужасе он глядел на грудь Бет На месте сосков теперь находилось два злобных маленьких рта С игольчатыми зубами и кусающими воздух Его кровь испачкала ее бледное тело Он поднял глаза, чтобы посмотреть на ее лицо Это была уже не Бет Это был демон с красно-желтыми глазами и зубастым ртом Который являлся увеличенной версией тех двух на ее груди Она шагнула прочь от него, скинув на ходу юбку И встала с разведенными широко ногами Трусиков на ней не было Между ног у нее показался длинный чешуйчатый зеленый язык Который обвил его талию словно змея Язык пополз по его телу Запутал лодыжки, выводя его из равновесия Эрни закричал и попятился назад в панике Подходи сюда, Эрни Дэвис И освидетельствуй нам Голос свона раздавался по всей арене Бет-демон засмеялась зловещим смехом, когда он споткнулся Свидетельствуй, свидетельствуй Скандировала толпа К нему тянулись руки, пытаясь схватить его На проходе между рядами сидений Глаза свона полыхали адским оранжевым пламенем Они стали узкими, похожими на глаза какой-то рептилии Неужели твоя новая жизнь так разочаровала тебя, что ты поворачиваешься ко мне спиной? Внезапно голос свона понизился почти до шепота Теперь он обращался только к Эрни, не играя на публику Я дал тебе все, что ты просил И даже больше за ничтожную сумму в тысячу долларов И сейчас я зову тебя, а ты убегаешь Преподобный вложил, казалось, всю вселенскую грусть в свои слова И теперь его голос звучал душераздирающе печально Но Эрни все еще пытался пробиться к выходу, отбиваясь от хватающих его рук Дыхание его стало сбивчивым Откуда-то возникла большая волосатая рука Она схватила Эрни за шею Отпустите! Вопил Эрни Как бы не так, ты несчастный маленький говнюк! Это оказался Витковский Это ты сделал это со мной, да, сволочь? Я пришел сюда, чтобы сбылись мои желания И черт меня подери, если одно из них не сбывается в этот момент! От Витковски разило ужасными запахами Будто он днями не вылезал из пивнушки А ночь проводил в канализации Был отвратителен Я собираюсь оторвать тебе башку, гребанный козел Вот что я собираюсь сделать! Шипел он Эрни посмотрел на преподобного, который внимательно за ними наблюдал Потом взглянул на Бет, которая теперь скромно застегивала блузку Ее лицо снова стало обычным, милым лицом Но взгляд ее был полон ненависти Я спал с демоном из самого ада Подумал он и вздрогнул Пальцы Витковски сжались на его горле И он начал задыхаться Публика притихла в ожидании Что, Жерни, может быть, мне отпустить тебя И ты снова станешь никем? Может быть, мой приятель отомстит тебе? А может быть, ты все-таки подойдешь ко мне? Эрни сжал ладони и почувствовал, как укусы снова закровоточили Он поднял руки и ударил кулаками прямо в глаза Витковски Боли кровь ослепили противника И с пронзительным воплем он ослабил хватку А освобожденный Эрни, воспользовавшись моментом, повернулся прочь «Идите вы все к черту!» — закричал он Толпа как один поднялась со своих мест, размахивая руками Они приближались к нему Эрни начал отбиваться, когда начались первые атаки публики, которая явно собиралась избить его до смерти «Боже, мне так жаль! Прошу, Господи, нет!» — кричал он Толпа отступила и взревела Волна яростного крика достигла своего апогея, когда Эрни упал на колени «Простите меня!» — крикнул он и отключился Когда Эрни пришел в себя, он обнаружил, что сидит на парковке близ гражданской арены Он поднял голову и осмотрился В небе заиграли первые проблески рассвета День только начинался Парковка была пуста, за исключением того, что на ней была всего одна машина Старая Хонда Вроде бы, как это его прежняя машина «Я уж думал, ее пустили на металлолом!» — сказал он самому себе Он чувствовал себя сонным, будто его разбудили посреди глубокого сна Бет, Свон, Витковский — где они все? А где его новая Акура? Медленно поднявшись на ноги, он поплелся к своему видавшему виды автомобиль В кармане он даже обнаружил ключ Затем он завел мотор Ладони Эрни больно жгло Он повернул их к себе и взглянул на них Раны от укусов все еще были там Формы они были точь-в-точь, как те рты на груди Бет «Боже ж ты мой!» — простонал он А один из ртов на одной руке Медленно скривился в улыбке Холли Ньюстейн и Ральф Бибер II Прошение Текст читал Владимир Князев Эксклюзивный перевод Елены Прохоренко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова